Итак, женщины, что делать вот с этой тугой, непреклонной психикой мужчины? Надо ее обходить. Вот, допустим, мужчина пришел, нервничает, говорит, ты понимаешь, что ты наделал. Вот там, допустим, в таком состоянии он находится. Надо сразу со всем соглашаться. Женщина, это не значит, что все будет не по-вашему в жизни. Просто вы вот в этот момент, когда мужчина о чем-то настаивает, с ним не связывайтесь. Потому что вы все равно ничего не добьетесь. Потому что в это время он настроен на победу. И ему по барабану, правда это неправда, правильно, неправильно. Мужчина, когда настроен на победу, ему надо просто победу и все. А побеждать он в данном случае будет вас. Поэтому если вы не соглашаетесь с мужчиной, то начинается скандал. Но есть особый вид женщин, которые не просто не соглашаются, а не соглашаются очень жестко. Женщины запомнили? Есть такой особый вид женщин, которые любое давление мужчины воспринимают. Они очень чувствительны по природе. И они любое нажим мужчины воспринимают очень, очень как сильную несправедливость. Понимаете? И в этот момент у женщины вспыхивает защитный такой рефлекс. И она очень жестко отвечает мужчине, сама-то его не желая. В этот момент она у мужчины включает желание ее избить. Почему? Потому что он видит перед собой объявление войны. А мужчине объявлять войну не надо, потому что у него есть инстинкт сражаться. Понимаете? То есть если женщина говорит, да чё ты? А вот допустим мужчина говорит, да-да-да-да-да. То есть он почему так говорит? Потому что он чувствует всю серьезность момента. Ну то есть он не потому, что он злой так говорит, а потому что он видит важность этого. Понимаете? Все важность. Вот. Этого все видит. А вы думаете, что он на вас давит. Почему так женщина думает мужчина? Потому что она очень чувствительна по природе. Любое давление для женщины это просто капец, то есть ее психика этого просто не переносит. Любое давление мужчины для нее это просто капец. И когда мужчина нажала, есть такая категория женщин. Мужчины, вы эту категорию женщин не измените. Вы просто посмотрите, если у вас жена такая, то вы будете с ней драться. Почему? Потому что она, если вы ей серьезно что-то говорите, она сразу пугается. Это вот такой глубокий эффект испуга наступает у женщины сначала. А потом она дальше начинает агрессировать. Ну, как защита такая, самооборона. И у мужчины включается в это время ощущение, что его пытаются победить. А когда мужчину побеждает, особенно женщина, это для него просто невыносимо. И он начинает ее пугать. Сначала говорит, ты черный, вынимай, зачем ты имеешь дело. Вот. Она не пугается, когда женщина завелась. Она не может пугаться, потому что у женщины есть такое свойство. Она, когда завелась, она делает себе, она все делает в ущерб себе. Вот может женщина драться с мужчиной? Нет. Мужчина всегда победит. Правда, женщина слабее мужчины. Но, понимаете, вот у женщины, если перед ней стоит муж, у ней включается вот такая функция, она, эта функция исходит из сильного чувства несправедливости. Она готова даже умереть ради того, чтобы была справедливость. То есть, и она начинает бросаться на мужа, несмотря на то, что она намного его слабее. У мужчины это в голове не укладывается, потому что у мужчины есть другое совсем восприятие мира. Он сражается только с теми, с кем он сильнее. А если кто-то его сильнее, то он действует хитростью. Он пытается победить, но уже по-другому. В прямой конфликт он не вступает. Понимаете? А тут совсем другое поведение. То есть, женщина слабее, изначально слабее, и она идет в прямой конфликт. И мужчина ей пытается доказать, что она слабее. Как? Он ей бьет по морде. Женщина думает, что он ей бьет, а значит, что он ее не любит. Значит, что он ее защищает. Он предатель. Он фашист вообще. И с ним нельзя жить. Мужчина это делает, потому что он хочет доказать женщине, что он мужчина. Что делать? Когда наступает драка, это очень опасная вообще вещь, у женщины рушится все в сердце в это время. Она не хочет жить с этим человеком, если мужчина ее побил. Что делать? Первая женщина должна обнаружить в себе эту функцию, что она не терпит серьезности своего мужа. Правильно сказать, серьезности вот это. Не терпит. А мужчина воспринимает это как объявление войны. В этом случае возникает вот этот эффект драки. С точки зрения, хороший человек или нехороший, нет смысла женщины и мужчины это рассматривать, потому что это означает определенный тип несовместимости. Потому что кто-то должен в этой ситуации был повести правильно себя. Вот мужчина серьезно себя ведет, женщина должна уступить. А если женщина не может уступать, то мужчина не должен ей говорить что-то серьезное. Он должен всегда мягко, ласково и все объяснять. Не связываться. Если ни один, ни второй так не делает, то в такой семье, несомненно, будет полное разрушение. Потому что драка в семье недопустима. Это опасно. Это разрушает полностью отношения. Во время драки женщина проклинает мужчину. А проклятый мужчина, это мужчина незащищенный. То есть он может в аварию попасть, он может получить тюрьму где-то там, еще что-то. Очень опасная ситуация. Женщину нельзя доводить до состояния, в котором она мужчину проклинает. Поэтому мужчина с женщинами не связывают. Это опасные живые существа. В них есть вот эта функция проклятия. И она очень опасна. Женщина сама потом жалеет, что так произошло. Но уже ничего не сделаешь. Кто-то должен быть разумнее. Или мужчина всегда ласково с женщиной такой, которая не держит мужскую строгость. Себя должен вести. Или женщина должна уворачиваться от серьезности мужа. То есть она должна делать вид, что ничего не заметила. Как-то для себя. Это пытаться уходить от его строгости. В целом же, если говорить о этой ситуации, вот мужчина-женщина в этой ситуации, женщина должна понять, это очень большая мудрость. Только разумные женщины поймут, а глупые нет. Но я все равно скажу. Мудрость такова. Женщина должна знать, что по-любому все будет так, как она хочет в семье. Почему? Потому что ее желание и психика, ее глубокие психические функции непреклонны и тверды. Ее желания неизменны. А у мужчины глубокая психическая функция, мягкая и уступчивая. Поэтому приходит время, и мужчина всегда уступает женщине. Понимаете? Поэтому вам не надо ничего бояться. Если, допустим... Но при этом вы должны знать, что мужчина уступает, когда женщина внешне соглашается с ним. Ну, то есть, вот его защитная психическая функция, она очень твердая. Поэтому всегда, когда она вступает в силу, мужчина создает границы семьи. То есть, он говорит, мы должны жить вот так-то, так-то, так-то. Он очерчивает законы жизни. Это мужчина, кстати, должен делать, а не женщина. И женщина должна с ними согласиться. Если какие-то принципиальные вопросы, женщина всегда должна согласиться. А исключения женщины все будут вашими в этом случае. Вот мужчина, даже если женщина согласна с мужчиной, в принципе, ему нравится ей давать исключения, давать возможности. Потому что это для него не главное. Для него главное это правило, а не исключение. Для него это принципиальный для мужчины вопрос. А для женщины принципиальный вопрос, наоборот, исключения, чтобы ее желания в жизни были удовлетворены. Итак, женщина должна в отношениях с мужчиной всегда уступать ему в тот момент, когда он становится серьезным. Мудрость заключается в том, что свое вы все равно в этом случае сохраните. Не надо бояться. И также женщины боятся, что если она мужчине уступает, то она унижается и теряет себя. Это тоже полный бред. Потому что есть женщина сильна любовью, а мужчина волей. В волевых вопросах надо мужчине уступать, но при этом быть сильной в любви. Ну, допустим, мужчина сказал что-то грубо. Вот здесь надо уже не надо уступать. То есть надо обидеться, не разговаривать с ним. А если он сказал что-то важное, то надо согласиться. Разграничения поняли, женщины? То есть если он грубит, не уступайте. Если он сказал серьезную вещь, значит нужно согласиться. А если он сказал серьезную вещь грубо, тогда надо ему сказать, я согласна с тобой по существу, но как ты это сказал, я не согласна. И обидеться. Ну, то есть не разговаривать. Обучать его говорить серьезные вещи подобными.